Добрый день! В эфире очередная программа «Бизнес-среда» сегодня в выпуске. Шестой Чебоксарский экономический форум. Огромная площадка, включающая в себя конференции, семинары, круглые столы, деловые встречи и соглашения. На 20-й межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ» свои достижения презентовали как крупные организации, так и субъекты малого и среднего предпринимательства. Шестой международный фестиваль фейерверков устроил зажигательные соревнования в Чебоксарском небе. 19 площадок, в том числе заседания четырех технологических платформ, круглые столы и семинары. От стабилизации к развитию. Ключевой девиз шестого Чебоксарского экономического форума. Вступление России в ВТО поставило бизнес в новые экономические условия. Ставку в конкурентной борьбе нужно делать на грамотный и эффективный менеджмент, инновации, технологическое развитие. Как совершенно справедливо заметил один из экспертов, генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи Джон Нейтинг, глобальный рынок – это не клуб. Никто не может выбирать, вступать в него или не вступать. Но все участники вправе искать свои пути развития. С ним солидарена глава Чуваши. Нельзя зацикливаться на рисках. Надо искать новые возможности. А их у каждого региона немало. В России есть предприятия и организации, уже сегодня создающие продукцию, успешно конкурирующую с западными аналогами. У нас в республике, несколько слов тоже хочу сказать, это предприятия электротехнического кластера, а также предприятия, производящие экологически чистые продукты питания. У каждого российского региона есть точки роста, есть нераскрытый потенциал, который сможет раскрыться после вступления России всемирно-торговой организацией. Но чтобы стать по-настоящему конкурентоспособными, российским предприятиям необходимо интегрироваться в единую систему. Ситуация непростая. В России экономический рост, очевидно, замедлился. Прогнозные цифры всего 2,4% в год. Задача регионов – искать новые точки развития, задействовать все резервы. Для большинства несырьевых российских регионов сегодня самыми главными являются три вещи. Первое. Для инвестиционных проектов качественно готовить инфраструктуру. Подготавливать инфраструктуру таким образом, чтобы выбранное место реализации было самым лучшим или в России, или на земле для реализации нужного вам инвестиционного проекта. Второе. Создавать безбарьерные условия для быстрого, эффективного и безрискового реализации инвестиционного проекта инвестора. И третье. Помочь подготовить и найти кадры, которые бы позволили ему быстро запустить инвестиционный проект. Одной из точек роста для Чувашии может стать сотрудничество с технологической платформой «Технологии экологического развития». Соответствующее соглашение премьер-министр Чуваший Иван Моторин и председатель правления платформы Николай Касимов подписали прямо на форуме. Наша республика стала третьим регионом, партнером платформы после Томска и Тверской области. Это соглашение должно привести к решению той задачи, которая ставится к созданию территориального кластера «Технологическая платформа технологии экологического развития». То есть к более плотному взаимодействию с регионом. И это абсолютно находится в сфере идей этого форума. От стабилизации к развитию. Я думаю, что на это это будет и направлено. Об инвестиционном климате в регионе можно судить по множеству различных показателей. К дню республики в Чувашии по традиции открываются объекты, преимущественно социальные, финансируемые из бюджета, детские площадки, фоки, дороги. На этот раз один за другим запущены три завода. Ядрин молоко, девилей и траковская керамика. Все объекты построены за счет инвесторов. Они поверили, что в Российской Федерации стабильная ситуация сохранится, несмотря на мировой финансовый кризис. Они уверены в своем бизнесе. Они просчитали кадровый потенциал и просчитали, как будут продвигать, продавать свой произведенный товар. Как жить и выживать в условиях ВТО, как обратить экономический спад себе на пользу – об этом на форуме было сказано немало. Эксперты порой были резки. Порой их риторика звучала безнадежно. Однако основные тезисы споров не вызвали. Большинство состояний делались и делаются во время кризиса. Нужно только суметь превратить минусы в плюсы. Единогласны были эксперты и в оценке конкурентных преимуществ нашей республики. Это, во-первых, абсолютно трудолюбивое население. Это, во-первых, еще сохраняющееся школьное образование. Его скоро не будет в рамках реформ образования либерального, но пока еще есть. И третье – это, я приношу извинения, исключительно интеллигентность людей. Потому что то, как люди обращаются друг с другом, может быть, это не очень заметно вам, но это сильно отличается от того, как люди общаются с другими не только в мегаполисах, но и в других не очень крупных регионах. Это позволяет вам, если, конечно, ваше руководство справится даже с постановкой этой задачи, начать искать и собирать технологии, которые существуют во всей стране, остались в советских времен, советского военно-промышленного комплекса, за которыми охотятся люди со всего мира. И на эту конференцию они тоже приезжали охотники. Но если вы начнете отыскивать и развивать эти технологии здесь у себя сами, не в рамках технопарка, который обычно представляет собой просто бизнес-центр, с красивым вывеском, а на самом деле начинаете это делать, то вы сможете забыть о тех проблемах, которые есть с продажей картофеля, для выращивания его на глиноземах, с забоем свинины в условиях ВТО, с машиностроением и так далее. Чувашия реально может стать в интеллектуальном плане вторым Израилем. Но для этого нужно сильно поработать. Совокупный эффект от всех событий форума еще предстоит оценить. Однако уже сегодня можно сказать, что основные задачи выполнены. В рамках деловой части программ форума состоялось 18 тематических площадок. Из них это три федеральные технологические платформы. Что это нам дало, это, в частности, по технологической платформе текстильной лёгкой промышленности достигнута, говоря, что площадка ленты будет основной площадкой технологической платформы по разработке технического текстиля. Технический текстиль сегодня занимает существенную долю в общих текстиле России и Европы. Поэтому здесь нам отведен кран-карт-бланш для того, чтобы мы могли разработать и выпускать новый продукт для себя. Кроме того, ТАТ «Нефтехимхолдинг» достигнет договоренности о взаимодействии с лентой по использованию новых полиэфирных, полимерных материалов. 195 участников из таких городов, как Москва, Самара, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Нижний Новгород. Все это 20-я межрегиональная выставка «Регионы. Сотрудничество без границ». Мероприятие собрало почти две сотни участников из более чем 20 городов страны. Открыл выставку глава региона. Форумы, подобные этой выставке, позволяют на сегодняшний день крупным организациям, средним организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства выставлять, позиционировать себя, показывать все те достижения, которые на сегодня есть. Оценить изобретательность участников Михаил Игнатьев смог практически сразу, как вошел в выставочный зал. У стенда Министерства сельского хозяйства главе предложили пропустить по стаканчику у так называемого молокомата. Такие приборы в ближайшее время появятся в Чебоксарах. Если раньше, чтобы получить свежее молоко, нужно было подоить корову, то в ближайшее время достаточно будет просто закинуть в аппарат несколько монет. В городе будет стоять 8 точек. Администрация, вот сейчас Михаил Васильевич только что говорил, подскажет нам, какие места еще, в каких лучших местах его можно поставить, чтобы было доступно для нашего населения, чтобы наши горожане, гости могли прийти и попробовать на наше молоко. Для экспозиции участников организаторы предусмотрели 15 основных разделов. Среди них сельское хозяйство, строительство и архитектура, здравоохранение, наука и образование. Однако основной акцент в этом году сделали на экологию и охрану окружающей среды. 2013 год, год охраны окружающей среды. В этих целях республика и правительство Российской Федерации очень уделяет большое внимание. За 2011 и 2012 годы закоплено противопожарной техникой на 100 миллионов рублей, в том числе с республиканской бюджетом 75%. Поэтому где-то мы обеспечены лесопожарной специализированной техникой процентов на 85-90%. И на сегодняшний день на территории Государственного лесного фонда Чуважской республики не допущено возгорание. У стенда Минутовой политики у гостей выставки была не только возможность поближе познакомиться с таким новшеством, как универсальная электронная карта, но и подать заявление на ее получение. Впрочем, как показала практика, участвуют выставки не только для того, чтобы на других посмотреть и себя показать. 3,5 миллиарда рублей – такова общая сумма сделок и соглашений, которые заключили участники по результатам выставки форума в прошлом году. Специалисты уверены, в этом году результаты будут не менее внушительными. 195 участников выставки, 172 компаний – это местные и 23 иногородние, в том числе ряд компаний из Италии. В том числе были представлены экспозиции органов исполнительной власти и муниципальных образований. Мы посетили выставку более 100 тысяч человек, и в рамках выставки была достигнута договоренность, проявил интерес иностранной компании, в частности иранской компании, по приобретению кабельных продуктов спецназначения, представителей Индии, продуктов электропарадного завода и так далее. Сильнейшие команды из России и зарубежья представят чебоксарской публике свои лучшие пиротехнические шоу на шестом международном фестивале фейерверков, проходящем в рамках празднования Дня Республики. Шестой международный фестиваль фейерверков, проходивший в Чебоксарах в рамках празднования Дня Республики, с каждым годом расширяет географию. В этом году участие в нем приняли команды из Белоруссии и Украины. Конкуренцию им составили представители Москвы, Санкт-Петербурга и традиционно чебоксарская команда «Пироснаб» по Волжье. Впервые на фестивале фейерверков выступления команд оценивали и зрители с помощью интернет-голосования. На официальном портале органов власти Чуваши свое мнение высказали около тысячи жителей и гостей столицы. С отрывом всего лишь в несколько голосов в интернет-голосовании победу одержала команда «Кальвин», представляющая Республику Беларусь. Чебоксарская команда «Пироснаб» по Волжье получила приз в номинации за лучшую постановку фейерверочного шоу. И в завершении мероприятия состоялся галла-концерт. Огненная феерия в честь Дня Республики из лучших фрагментов конкурсных выступлений команд-участниц фестиваля. А теперь наша традиционная рубрика «История успеха». История семейного бизнеса началась в самый разгар кризиса. Анатолию на заводе, где он в то время работал фрезеровщиком, сообщили о сокращении. И в то же время у него и его жены, Елены Толстовой, родился ребенок. Нужно было что-то предпринимать. В сложившихся обстоятельствах супруги решили, что кризис – это время для возможностей. И нужно их просто определить. Прогуливаясь по магазинам, я заметила, что я не могу подобрать своему ребенку тот матрас, здоровый матрас, который необходим. Я обращала внимание, что, в общем-то, нет того товара, который бы по цене и по качеству соответствовал уровню безопасности, скажем так. Поэтому я решила, изучив материалы в интернете, с других производителей и обладая определенными знаниями в области текстильного бизнеса, я решила сделать матрас для своего ребенка. Компания разработала линию детских ортопедических матрасов под торговой маркой Baby Dream и предложили их магазинам детских товаров на Чебоксарске и Чебоксарах. Увидев образцы первых матрасов, потенциальные покупатели стали просить разработать комплекты в кроватку и конверты на выписку. Оригинальность дизайна и добросовестное сотрудничество позволили расширить линейку ассортимента и клиентскую базу покупателей в регионе. Сегодня Baby Dream предлагает не только детские ортопедические матрасы, но и другие товары, такие как комплекты для новорожденных, комплекты в кроватку и комплекты на выписку из роддома. Существенную роль в достигнутых в успехах Елены и Анатолия сыграла государственная поддержка. Начиная свою деятельность, естественно, мы нуждались в определенных средствах, финансовых средствах, потому что бизнес развивался, и необходимо было и закупать новое оборудование. Поэтому мы зашли на сайт, знали, что сейчас существует определенная поддержка, финансовая причем, и зашли на сайт администрации Чуваши в раздел «Малое и среднее предпринимательство» и увидели перечень оказываемой поддержки. В разделе, где выдают гранты на 300 тысяч, мы попробовали подать заявку. Изначально мы, конечно, в это не верили, думали, что это все своим да нашим, но попробовали. Попробовать ведь ничего от этого не потеряем. Кроме того, там нужно было написать бизнес-план, и бизнес-план у нас уже был, и нам он на каждый год все равно самим нужен. То есть мы, в общем-то, делая нужную работу, могли еще получить на это деньги. И так получилось, что нам эти деньги дали. Закупили оборудование, создали новые рабочие места, запустили трикотажное направление. И, в общем-то, очень довольны. Спасибо государству, что оно оказывает такие вот вещи, поддерживает предпринимательство. Вот этот вот успех, скажем, в получении 300 тысяч, мы стали как бы активнее искать, какие еще есть формы. И мы участвовали в выставках в Москве, и возмещение получали за выставки. Кроме того, мы обращаемся к специалистам из Минэка или из администрации, спрашиваем, какие формы именно для нашего предприятия возможны. И мы, кроме возмещения участия в выставке, обратились еще в агентство поддержки малого бизнеса за получением займа. Первый раз мы получили займ в 1 миллион рублей, на что приобрели дополнительно оборудование, это стегольную машину и машину Mercedes Sprinter для доставки товаров до наших клиентов. Это тоже сделало существенный скачок в нашем бизнесе, то есть позволило нам, опять же, опережать наших конкурентов. Совсем недавно предприниматель из Новочебоксарска стала победителем престижного конкурса «Российские премии фонда Сити» в области микропредпринимательства за 2012 год в номинации «За успешный старт». Награду Елене вручал советник президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Конечно, мы можем сколько угодно говорить о том, что мы развиваемся, мы зарабатываем деньги, нам государство помогает. Но тем не менее, одним из важных аспектов, и мы можем помогать еще в скамейке ставить, обществу в целом или еще кому-то, но прежде всего, я как работодатель, прежде всего должна обеспечить достойным уровнем жизни своих сотрудников. Мы стараемся создавать у себя на предприятии благоприятные условия труда, как в психологическом плане, так и в финансовом плане, и в социальном плане. То есть у нас преимущественно женщины работают, и поэтому уровень зарплаты, если изначально, когда мы начинали, он был в районе минимальной зарплаты – 5-6 тысяч, то сейчас он составляет 12-15, а у некоторых там 18 тысяч. Мы ввели два года назад бесплатное питание для своих сотрудников, потому что мы считаем, что женщина так устроена, что все деньги, которые она зарабатывает, она тратит на семью и на детей. А чтобы она могла хорошо зарабатывать для своей семьи, она должна быть всегда, скажем так, самосытая и довольная. Поэтому мы не деньгами это компенсировали, а именно питанием. Кроме этого, мы проводим корпоративные мероприятия, которые сплачивают наш коллектив. Проводим обучение наших сотрудников в той же торгово-промышленной палате, очень хорошие курсы проходят, которые тоже сформируют. Мы отправляли своих сотрудников в Голландию для обучения, тоже за счет компании. Поэтому каждый сотрудник, который в нашей компании хочет расти, развиваться, он получит это развитие. По традиции мы задали Елене вопрос про ее предпринимательское кредо. Я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что ему предназначено, что ему нравится, и делать это профессионально. Если человек умеет хорошо конструировать одежду, пусть он этим делом занимается, но он не должен додумываться о том, как это будет продаваться. Если человек умеет хорошо организовывать работу, пусть он этим тоже занимается. А моя работа будет объединить этих людей, чтобы каждый получал действительно профессиональный рост и приносил пользу обществу. Поэтому формула успеха проста. Занимайся тем, что тебе нравится, и приноси пользу обществу. И традиционно полезная информация для предпринимателей. А на этом мы завершаем первый сезон нашей программы. Смотрите нас в августе. Всего вам доброго и успехов в делах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!